Вокруг нас цифровой мир. Некоторые числа становятся особенными, за ними красивые и яркие истории. О таких числах вратаря хоккейного клуба «Амур» Евгения Аликина в проекте «Теория чисел». И все, Аликин! Суперматч Евгения Аликина! А почему вратари настолько креативно подходят к дизайну своих шлемов? Наверное, потому что у них есть такая возможность. Отличие от файловых не знаю. Кто-то хочет выделиться, кто-то нет. Не знаю, кто-то может, например, как я, на память оставляют себе. То есть ты все хранишь дома? Да, у меня их немного, три. А как вообще рождается вот эта композиция и все? В моем случае, у меня жена помогает с дизайном. Не знаю, просматриваю картинки, там, вратарей, НХЛ, туда-сюда. Тут возьмешь у одного чуть-чуть, а тут у другого как бы. И все, в общем, сложности. Картинка какая-то, какая-никакая, складывается, ее отдаешь дизайнеру, и он уже дополняет своего взгляда. А сложно искать дизайнеров? Нет. Я думаю, по пальцам можно перечитать самых таких, ну, топовых мастеров, и тут в Череповце, знаю, есть, именно там, в Москве и в Локомотиве, что ли. Вот в основном все евротреи у них делают, большая часть. Лето выдалось тяжелым для всех для нас, поэтому, так скажем, уже там, голова ехала кругом, можно так сказать. Я увидел вообще первый раз у Ижо, ну, что он оказался на роликах, и все, и как-то, ну, сначала не придал значения особо этому. Ну, прикольно-прикольно кататься. А потом все с каждой, с каждой неделей ты все больше скучаешь по форме, скучаешь по льду, и все, она лежит в гараже. Ну, да, я делал, чтобы не забывать вообще как-то. И все, подел ролики. Летом ты жарковато в экипировке, нет? Ну, да, я особо долго не тренировался как раз на лес под скиной. До этого много слышал, что тренера и в детской школе вообще запрещают кататься на роликах, потому что якобы очень сильно отличаются. Вот. Но это я только слышал. В этом году я летом покатался, и потом у нас начались вот такие как самостоятельные сборы тоже летом. И все, вышел на лед, я чуть не упал просто. Тьфу, как? Это что такое? Я как будто первый раз наконкистал. Да, сейчас, наверное, этим летом я воздержусь в катании на роликах. Как родилась идея вот этого прохода в экипировке на роликах под кольцо? Ну, вот кольцо висит, люблю бросать в кольцо в любое свободное время как бы. Ну, не только в кольцо, вообще в любые виды спорта. И еще, не знаю, висит вот ролики, форма кольцо, почему нет. А как соседи к этому относились? По-любому же все видели, наверное. Видел, да, один раз соседи вышли с семьей. Ну, это было там через пару домов, но видно все равно хорошо. Они просто встали как вкопанные и смотрят на меня. Понять ничего не могут, что происходит. Я так промахал. Вот это, конечно. Просто его нахождение как бы в команде и мое наблюдение за ним, вот так скажем. Первое, конечно, в первую очередь это психология. Как сказал один тренер вратари, то, что сейчас все вратари умеют ловить, но психология у всех разная. В этом плане, да, я у них много подчеркнул. То, что он вообще не переживает за пропущенные головы. Понятно, что переживание какое-то есть, но его нужно после игры все обсудил. В моменты прокрутил какие-то в голове и забыл. Новая игра, новый день. Ну, и в плане техники, наверное, все мы знаем, что финская школа как бы одна из сильнейших протарских школ в мире. Поэтому просто последил некоторые моменты. Он примерно как бы по телосложению мы с ним более-менее похожи. Он как бы рост там там и так же вот маленькие, быстрые, как бы вот так, я бы сказал. Ну, поэтому вот решил в том сезоне, так, ну, на предсезонке последил там за некоторыми его матчами и взял на заметку. А у тебя есть объяснение, почему он вот за буквально такой небольшой промежуток времени адаптировался к ЭХЛ и, по сути, стал ему звездой? Да я думаю, за счет этого и стал, за счет харизмы, своего отношения, скажем, даже не к работе, а к любимому делу. Сейвы есть в каждой игре. Главное, что он, наверное, не в воротах. А там как-то ее отбил уже не. Ну, да. Ну, как бы я знал, что это никак не на что не влияет, и ничего как бы тебе за это не дают. И поэтому, ну, круто. Прикольная история. Будешь все рассказать. Тренер, наверное, вратарей был в детстве. Он говорил, что если вратарь делает сейв, то, значит, он где-то ошибся позиционно до этого. Сейвы есть в каждой игре. Главное, что он, наверное, не в воротах. А там как ты ее отбил уже не важно. Мне на 18-летие подарил брат гитару. Первые годы три, наверное, я особо не увлекался, так скажем, гитарой. Не было времени. Там и учеба, и тренировки, и все остальное. И было вот последние года два уже так более-менее основательно начал. У меня примерно уходила там и песня. За неделю я учил на ютюбе. Просто там обучение заходишь, тебе покажут, что зажимать там где-то, бить, и все. Вообще задумывался о том, чтобы, может быть, соло какое-то исполнить? Нет, у меня боязнь сцены. То есть перед толпой вообще никак не можно стопать? Нет, вообще никак. Можно подумать, что я как бы с ним с детства, поэтому я так говорю, но не только я, не только как бы от меня можно услышать подобное в адрес Александра Вячеславовича. Много ребят, которые его не знали, вот с его приходом в Амур я так, ну, подходил к ребятам, спрашивал, как вам вообще внутренне. Потому что я, ну, у меня была своя точка зрения. И, в принципе, все с ней были солидарны, как бы всем он нравился и по отношениям. Самое главное – это его отношения прямо в команде. Ты чувствуешь, что как будто он, вот он играет, он игрок, вот он с нами в раздевалке как будто сидит, он общается со всеми как бы на равных вообще. Нет такого, что там, конечно, нам где-то когда-то нужно, чтобы нам там, покричали на нас, там, еще что-нибудь. Это все есть, это все у него в рамках, как бы так все сбалансировано. Видишь, что тренер как бы за команду, он весь в игре, у него эмоции, он не хочет, конечно, проиграть. И как бы этими эмоциями он заряжает всю команду. У тебя есть какой-то вообще ритуал, как ты, может быть, отмечаешь сухари? Нет, я, так скажем, не суеверный вообще. Есть какая-то последовательность действий, подготовки именно к игре, но каких-то ритуалов нет. Ну и перед игрой я имею в виду не то, что там вот я встал сегодня там с левой ноги, значит, я буду сейчас каждый день перед игрой вставать с левой ноги. Или я поел то-то-то, значит, я должен есть то-то-то. Нет, это определенность, там, порядок разминки пришел, там, замутал плюшку, там, сюда-сюда подготовил с кири. Как бы нет ничего страшного в том, что если ты сделаешь как-то по-другому или на другом последовательности. Что для тебя важнее, 50 шат-аутов или забросить одну сайбу? Ну, сайбу, конечно, было бы, это было бы памятно, так скажем, запомнилось бы довольно долго. А ее бы отметил? Это так же, наверное, как и свой сейф. Сказал бы здорово, сохранил бы и идет. Субтитры сделал DimaTorzok